Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Меня зовут Хамнагадаев Игорь Алексеевич, кардиохирург, аритмолог. И сегодня мы поговорим об аритмологии как об элементе мультидисциплинарного подхода при лечении эндокринопатии. Давайте сначала немножко уточним терминологию, что же такое аритмология. Аритмология – это направление медицины, сформированное на стыке кардиохирургии, кардиологии, функциональной диагностики, физиологии, патофизиологии. И основным предметом изучения данной науки является исследование и персонализированное лечение нарушений ритма сердца. Есть еще название нашей специальности – клиническая электрофизиология. Когда мы говорим, что мы занимаемся клинической электрофизиологией, мы подчеркиваем, что для того, чтобы вылечить аритмию у пациента, мы сначала должны изучить электрофизиологию сердца и уже потом подобрать то персонализированное лечение, которое подойдет конкретно данному пациенту при данном нарушении сердечного ритма. Наверное, первым аритмологам следует считать Гиппократа. Он, как ни странно, сформулировал важнейшие предикторы внезапной сердечной смерти. Те, кто часто теряет сознание без видимых причин, умрут внезапно. Конечно же, говоря об истории аритмологии, хирургической аритмологии и электрофизиологии, нельзя не упомянуть имя Маркуса Гербериуса, который впервые описал синкопальные состояния на фоне остановки кровообращения. И уже по следующим все потери сознания при остановке сердца мы называем приступы Гербериуса, Маргани, Эдемса и Стокса, конечно же, упоминая имена и других исследователей-ученых, которые сделали значительный вклад в развитие данного направления. Ну и, конечно же, нельзя не сказать об известных опытах Луиджи Гальвани, который впервые описал связь между животным электричеством и наличием его в биологических объектах. И вот такие фундаментальные работы сформировали фундамент для того, чтобы были изобретены приборы, которые могли не только стимулировать сердце, но и оживлять человека. И так в 1788 году, используя Лейденскую банку, так называемую, была к жизни возвращена девочка с 7 лет, которая упала с третьего этажа и была признана всеми мертвой, даже местным аптекарем. И вот применив вот такое устройство, пациент был возвращен к жизни. И вот дальнейшее развитие этого направления, к сожалению, на долгие годы было остановлено, потому что, чтобы не пытались изобрести ученые, как правило, они подвергались гонению и обвинению в том, что они нарушают волю Господа и изобретают, так называемые, адские машины. Но прогресс все равно не остановить. И так в середине прошлого столетия наши американские коллеги в Бостоне впервые предложили вот такой вот портативный передвижной кардиостимулятор. Вот я показываю его. Вот он здесь, передвижной кардиостимулятор, который находился на тележке. И пациент, чтобы сохранять жизнедеятельность, должен был эту тележку постоянно возить с собой. Говоря о развитии хирургической аритмологии, важно отметить формирование идеологии хирургического лечения тахиаритми, которые сейчас мы успешно применяем для лечения и нарушения ритма сердца, в том числе у эндокринных пациентов. Все начиналось с операций в условиях искусственного кровообращения на открытом сердце и постепенно трансформировалось в катетерные процедуры. И так на сегодняшний день мы прошли путь от операции на открытом сердце до катетерных вмешательств. И важно отметить, что, обратите внимание на этот слайд, важно отметить, что одним из максимальных опытов по первым хирургическим вмешательствам у больных с нарушением ритма сердца обладали наши отечественные советские хирурги, в частности Юстас Бридикис, который во Всесоюзном центре кардиостимуляции в Каунасе выполнял одни из первых в мире вмешательств на открытом сердце для устранения нарушений сердечного ритма. Но в настоящие дни в большинстве случаев для того, чтобы устранить нарушение ритма сердца, нам не нужно вскрывать грудную клетку, мы не применяем искусственное кровообращение. Если нам нужно имплантировать антиаритмическое устройство, это выполняется трансвенозно через небольшой разрез, ну а большая часть лечения тахиаритмий выполняется вообще транскатетерно в так называемой электрофизиологической лаборатории, в операционной. Вот так выглядит операционная, в которой хирург выполняет интервенционное хирургическое лечение нарушений сердечного ритма. Ну или имплантирует устройство в ушко левого предсердия для того, чтобы исключить его из кровотока с целью профилактики кардиогенных тромбоэмболий. Наверное, важной вехой в развитии электрофизиологии сердца появился момент, когда нам удалось изучать электрофизиологию сердца без внедрения в организм инструментов, так называемое поверхностное электрофизиологическое картирование, когда на грудную клетку мы наклеиваем примерно 224 электрода, помещаем пациента в компьютерный томограф и получаем так называемую 3D-реконструкцию сердца. И данная технология позволяет изучить, каков же механизм, электрофизиологический механизм нарушения ритма сердца у данного пациента. Ну вот, в частности, вот здесь, вот на этом экране мы видим левое предсердие, вид сзади, пациент с длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий и мы видим, как ротор, который запускает фибрилляцию предсердий, передвигается по миокарду и понимая путь его распространения, мы можем заранее еще до операции запланировать схемы абляционных линий, которые позволят устранить данное нарушение сердечного ритма. Какие же возможности аритмологии могут быть применены как элемент мультидисциплинарного подхода при лечении эндокринопатии и почему вообще нужно этим заниматься, в том числе врачам-эндокринологам, почему врачи-эндокринологи должны об этом думать. Мы знаем, что эндокринный пациент, это, как правило, пациент, у которого множество коморбидных состояний, а нарушение ритма сердца, как известно, вносит значительный вклад в коморбидность. И устранение аритмии, и даже сам факт понимания того, что мы можем эту аритмию устранить и своевременно направив пациента к аритмологу, поможет улучшить прогноз вашего пациента. Для того, чтобы ответить, какие же все-таки элементы аритмологии могут быть применены в качестве мультидисциплинарного подхода при лечении эндокринопатии, нужно сначала ответить на вопрос, какие же нарушения сердечного ритма чаще всего встречаются. Если мы, например, говорим о взрослых пациентах, то чаще всего это фибрилляция предсердий. Известно, что в возрастной группе 60+, у 8 из 10 людей будет диагностирована фибрилляция предсердий. Это крайне распространенное заболевание, но редко встречается в детском возрасте. Это самая частая аритмия, которая диагностируется у взрослых пациентов старше 40 лет. Важно отметить, что данное нарушение ритма сердца, фибрилляция предсердий, или, как ее ранее называли, мерцательная аритмия, является не только важной медицинской проблемой, это социально-экономически значимая проблема. Посмотрите, наше государство тратит примерно 135 миллиардов рублей в год на лечение фибрилляции предсердий и также на лечение последствий фибрилляции предсердий, которыми являются декомпенсация сердечной деятельности, хроническая сердечная недостаточность, кардиогенные тромбоэмболии. Конечно же, такие заболевания, такие осложнения обеспечивают значительный вклад в коморбидность наших пациентов. Наверное, социально-экономическая значимость фибрилляции предсердий может быть сопоставима лишь со значимостью сахарного диабета, но так уж вышло, что самым частым нарушением ритма сердца, которое диагностируется у больных с сахарным диабетом, является как раз фибрилляция предсердий. То есть два самых часто встречающихся заболеваний у взрослых пациентов, очевидно, очень часто сопутствуют друг другу. Но если мы посмотрим на литературные данные, мы обнаружим, что среди тех пациентов, которые направляются на интервенционное хирургическое лечение фибрилляции предсердий, больных с сахарным диабетом не так уж много. Посмотрите, наши данные, опубликованные в 2019 году, среди 167 больных, которым было проведено интервенционное лечение фибрилляции предсердий, которые были отобраны на интервенционное хирургическое лечение фибрилляции предсердий, всего 9% пациентов страдали с сахарным диабетом. Аналогичные данные мы отмечаем и у других авторов. Но когда мы проанализировали данные центра эндокринологии, мы выяснили, что примерно 20% больных, которым выполняется хирургическое лечение фибрилляции предсердий, страдают с сахарным диабетом. Почему? Ну, когда мы проанализировали данные обстоятельства, мы поняли, что просто если больной с сахарным диабетом и фибрилляции предсердий приходят в кардиохирургическую клинику, чаще всего ему просто отказывают в интервенционном хирургическом лечении нарушения ритма сердца. Учитывая то обстоятельство, что эндокринология эндокринология обладает уникальными компетенциями в лечении, в том числе сахарного диабета, конечно же этим пациентам не отказывали. И около 20% пациентов, которым выполнялось хирургическое лечение, как оказалось, страдали с сахарным диабетом второго типа. Но тогда, коллеги, возникает закономерный вопрос. А получают ли больные с сахарным диабетом оптимальное лечение фибрилляции предсердий? То, что в центре эндокринологии, в ведущем федеральном центре этим больным без сомнения оказывается адекватная помощь, это понятно. Но почему мы видим диаметрально противоположную ситуацию не в эндокринологическом стационаре, а, например, в кардиохирургическом стационаре? Очевидно, что когда приходит больной с сахарным диабетом второго типа, хирург всегда думает, будет ли он брать его на операцию, поскольку мы знаем, что лечение больных с сахарным диабетом, как правило, сопряжено с большими рисками. И вот этот вопрос, а получают ли больные с сахарным диабетом оптимальное хирургическое лечение фибрилляции предсердий, на мой взгляд, в настоящее время остается открытым, и для этого требуются дальнейшие исследования. Но, знаете, возникает, естественно, закономерный вопрос, а каковы же подходы к хирургическому лечению фибрилляции предсердий? Глобально у нас есть два подхода. Либо это медикаментозная терапия, либо это хирургическое интервенционное лечение. Но нам нужно ответить на вопрос, нужно ли лечить фибрилляцию предсердий хирургически? Притом мы знаем, что как минимум столетие до 1990 года чаще всего фибрилляцию предсердий лечили медикаментозно, не было хирургических технологий. На сегодняшний день вопрос так не стоит, лечить хирургическую фибрилляцию предсердий или не лечить. Потому что в серии многих радомизированных исследований было доказано, что хирургическое лечение фибрилляции предсердий снижает вероятность летального исхода, значительно снижает. Также хирургическое лечение фибрилляции предсердий снижает вероятность рецидива аритмии после восстановления синусового ритма. И несмотря на то, что интервенционное хирургическое лечение фибрилляции предсердий является одной из самых сложных процедур хирургической аритмологии, при этом в опытных руках, в опытных центрах выполнение данного вмешательства даже у пациентов высокого риска сопряжено с низким уровнем осложнений. Какие же подходы к хирургическому лечению фибрилляции предсердий на сегодняшний день существуют? Мы только что сказали, что да, фибрилляция предсердий часто встречается у больных с сахарным диабетом. Мы отметили, что фибрилляцию предсердий желательно лечить интервенционно-хирургически. Так вот, теперь нам осталось ответить на вопрос, а какие же технологии существуют для хирургического интервенционного лечения фибрилляции предсердий? Мы помним, что мы начинали с операции на открытом сердце, так называемая операция «Лабиринт», предложенная Джеймсом Каксом из Вашингтона. Но на сегодняшний день у нас это либо торакоскопические технологии, либо катетерные технологии, либо их сочетание. Если мы говорим о катетерных технологиях, то чаще всего мы применяем либо радиочастотную абляцию, либо криобаллонную абляцию. В одном случае в левое предсердие заводится катетер, который подает радиочастотную энергию в антральной части легочных вен. В другом случае, когда мы выполняем криобаллонную изоляцию легочных вен, так называемую криоабляцию, в устье легочных вен устанавливается баллонный катетер, который охлаждает окружающие ткани до минус 60 градусов по Цельсию. И таким образом патологический субстрат, расположенный в муфтах легочных вен, электрически изолируется от миокарда предсердий. Вот так хирург-аритмолог в операционной видит 3D-реконструкцию сердца. Катетер перемещается в левом предсердии и, используя электромагнитную навигацию, производится в режиме реального времени трехмерная реконструкция интересующей камеры сердца. В данном случае это левое предсердие. Фиолетовые участки – это те области, в которых сохраняется электрическая активность. Далее, если вы посмотрите на эти красные шарики, это область, в которых наносится радиочастотное воздействие. Тем самым мы изолируем аритмогенный субстрат от здорового, неповрежденного миокарда. Мы отметили, что существуют торакоскопические технологии, что существуют катетерные технологии, но ни одна из этих технологий в настоящее время не обеспечивает 100% излечение от персистирующей или постоянной формы фибрилляции предсердий. Если мы говорим о пароксизмальной форме фибрилляции предсердий, то катетерные технологии могут обеспечить 70-80% свободу от нарушения ритма сердца. Но если мы говорим о персистирующей или постоянной форме фибрилляции предсердий, а именно эта форма фибрилляции предсердий чаще всего диагностируется у больных с сахарным диабетом, то здесь катетерные технологии нам помочь особо сильно не могут. И отдаленные результаты изолированных катетерных процедур однократных не превышают 20%. То есть из 100 пациентов только лишь 20 больных будут сохранять синусовый ритм в течение 10 лет без антиаритмических препаратов. И именно поэтому была сформирована идеология гибридного лечения фибрилляции предсердий, когда первым этапом мы выполняем торакоскопическое воздействие. На левое предсердие накладываются так называемые щипцы, используя торакоскопические доступы. И выполняются так называемые линейные аппликации радиочастотной энергии. Таким образом мы пытаемся повторить все то, что было сделано в свое время Джеймсом Каксом в условиях искусственного кровообращения. Так называемая операция лабиринт. Но торакоскопически полностью все линии замкнуть не удается. И поэтому через 3-6 месяцев после первой процедуры выполняется второй этап гибридного лечения фибрилляции предсердий. Катетерная абляция и в настоящий момент именно такой подход рекомендован для пациентов с длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий. Для больных, у которых фибрилляция предсердий сохраняется более года. По большому счету это больные с постоянной формой фибрилляции предсердий. Просто в какой-то момент лечащий врач вместе с пациентом принял решение. Мы будем бороться за синусовый ритм. Поэтому мы выбираем стратегию контроль ритма. Эффективность гибридного лечения фибрилляции предсердий оценивается многими хирургическими группами. И наша хирургическая группа также приступила к выполнению данной технологии. В настоящий момент мы можем сказать, что такой гибридный подход к лечению длительно персистирующей формы фибрилляции предсердий позволяет добиться 90% эффективности. То есть данная вмешательство значительно превосходит изолированные методики лечения фибрилляции предсердий. Хотелось бы остановиться на этапах гибридного лечения фибрилляции предсердий. Как уже мы с вами отметили, сначала выполняется торакоскопический этап. Проводники абляционного устройства устанавливаются в поперечном и косом синусах перикарда. По которым, как по рельсам, на левое предсердие надевается так называемый абляционный зажим. Левое предсердие зажимается в этих щипцах. Но не все, конечно, только его часть. И выполняется биполярная расшаемая радиочастотная абляция. С одной и потом с другой стороны. В области коллектора правых и левых легочных вен. Таким образом, также изолируется задняя стенка левого предсердия. И операция всегда заканчивается резекцией ушка левого предсердия. С целью исключения возможности кардиогенных тромбоэмболий. Из-за тромбоза ушка левого предсердия. Второй этап заключается в выполнении катетерных радиочастотных воздействий. В тех областях, где зажим не смог полноценно сомкнуться. И таким образом формируется почти полная схема лево предсердного лабиринта. Которая была предложена Джейсом Каксом в прошлом веке. Но которая сложно воспроизводима в рутинной клинической практике. И применив вот такой гибридный подход, нам удалось добиться достаточно высокой эффективности в лечении фибрилляции предсердий. Современные методики высокоплотного картирования позволяют очень точно изучить электрофизиологию сердца интероперационно. И понять, где же все-таки нам нужно точечно нанести катетерное воздействие. Для того, чтобы аритмия больше никогда у пациента не возникала. На слайде вы видите, как распространяется электрическое возбуждение в сердце при трепетании предсердий. Данный пациент ему 50 лет. Он страдал с сахарным диабетом 2 типа и длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий. Первым этапом было выполнено торакоскопическое воздействие, которое вы видели на предыдущем слайде. Вот здесь мы видим электрическую активность сердца. Это внутрисердечная электрокардиограмма. Мы видим пациента трепетание предсердий, которое развилось через 3 месяца после выполнения первого этапа гибридного лечения фибрилляции предсердий. При помощи методик высокоплотного картирования была выполнена 3D-реконструкция левого предсердия. И вот видите, вот эти участки темного цвета, это как раз те рубцы, которые были сформированы во время первого этапа гибридного лечения фибрилляции предсердий. И вот здесь, в этом маленьком перешейке, находилась критическая зона тахикардии, которую было необходимо закрыть во время второго этапа гибридного лечения фибрилляции предсердий. Невозможно не остановиться на профилактике внезапной сердечной смерти у больных с сахарным диабетом. Мы поговорили о лечении фибрилляции предсердий, одной из самых часто встречающихся аритмию больных с сахарным диабетом. Но мы знаем, что больные с сахарным диабетом часто умирают, и умирают внезапно. Какие же у нас есть опции для профилактики внезапной сердечной смерти у больных с сахарным диабетом? Это антиаритмическая терапия. Антиаритмическая терапия в сочетании с имплантацией кардиостимулятора. Катетерная абляция фокуса желудочковой тахикардии. И антиаритмическая терапия в сочетании с имплантацией кардиовертора, дефибриллятора. Ну и также с сочетанием данной технологии. Почему нам важно об этом говорить? Потому что мы знаем, что вероятность внезапной сердечной смерти у больных с сахарным диабетом значительно выше, чем у пациентов, которые не страдают данной эндокринной патологией. И важно отметить, что высокому риску внезапной сердечной смерти подвержены не только пожилые пациенты, а что крайне важно, пациенты молодого возраста. Вот посмотрите, пациенты возрастной группы 31-49 лет. У них вероятность внезапной сердечной смерти значительно выше, чем у пациентов, не страдающих с сахарным диабетом. При этом мы говорим о пациентах без структурной патологии сердца. Как же хирургическая аритмология может помочь данным пациентам? Для начала, конечно же, это имплантация кардиовертора-дефибриллятора. Это то, что статистически значимо обеспечивает выживаемость. Это было доказано в ходе множества радомизированных исследований. Конечно же, мы не будем сейчас об этом говорить. Их много, боже упаси, всех перечислять. Хотелось бы привести клинический пример. Пациент 62-х лет, страдающий с сахарным диабетом 2-го типа, ранее перенес инфаркт миокарда. И у него сформировалась так называемая постинфарктная аневризма левого желудочка, которая стала причиной развития желудочковой тахикардии. У пациента были синкопальные состояния. И было принято решение имплантировать кардиовертор-дефибриллятор. Что такое кардиовертор-дефибриллятор? Это тот же самый кардиостимулятор, который при этом помимо кардиостимуляции может еще и выполнить дефибрилляцию. То есть устройство может распознать, что в данный момент у пациента жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков, и наносит это устройство разряд 35 жоулей. Пациенты, которые перенесли этот разряд, описывают его как удал кувалдой в грудную клетку, или ощущение, будто бы их ударила молния. И вот у данного пациента 62 лет срабатывание кардиовертора-дефибриллятора были практически ежедневные. И пациент был взят в операционную, и была построена вот такая 3D-модель левого желудочка сердца. И вот красным цветом была маркирована постинфарктная аневризма левого желудочка. Изучив интероперационно, изучив электрофизиологический механизм аритмии, мы определили, что причиной желудочковой этой хардии явилась циркуляция патологической волны возбуждения вокруг вот этого и внутри вот этой красной зоны, внутри постинфарктной аневризмы, вокруг нее. И было принято решение выполнить электрическую изоляцию данной постинфарктной аневризмы от здорового миокарда, что, собственно, и было сделано. И вот эта красная точка, красная точка, это то место, где находился катетер минимум 30 секунд. И в этих точках ткань согревалась до 45 градусов по целесу. И таким образом была сформирована линейная зона повреждения, которая электрически изолировала патологический миокард от здорового. И у данного пациента и по сей день приступы желудочковой тахикардии не возникают. Соответственно, устройство не срабатывает, человек не испытывает дискомфорт. И, собственно, данный подход позволяет обеспечить выживание пациентов. Какие же направления хирургической аритмологии в клинической практике эндокринолога могут встречаться? Это лечение тахиаритмий, лечение желудочковой тахикардии, сердечной недостаточности, кардиогенных тромбоэмболий. Когда мы говорим о тахиаритмиях, мы должны понимать, что чаще всего у больных с сахарным диабетом мы встретим фибрилляцию предсердий. И мы должны понимать, что чем раньше мы начнем интервенционно-хирургическое лечение фибрилляции предсердий, тем лучше прогноз, тем лучше выживаемость пациентов. Мы должны помнить, что в арсенале аритмологов есть такая опыта, как хирургическая профилактика внезапной сердечной смерти путем имплантации кардиоветтора-дефибриллятора или выполнение катетерной процедуры, которая позволяет электрически изолировать аритмогенный субстрат от здорового миокарда. Также мы должны помнить, что у нас есть возможность хирургического лечения сердечной недостаточности и хирургической профилактики кардиогенных тромбоэмболий. Таким образом, врачу-эндокринологу приходится решать очень много задач. И в том числе это все те, о которых мы поговорили сейчас с вами. И я надеюсь, что полученная информация позволит нам всем принимать наиболее оптимальные решения, которые позволят улучшить качество жизни и продолжительность жизни наших пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.